МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ванкурии Россия заняла лишь 11-е место, завоевав 3 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. Как вернуть российских спортсменов в ряды победителей? Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем, знаменитым спортсменом, бодибилдером и актером Александром Невским. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Ну, кроме того, что вы спортсмен и актер, с сегодняшнего дня, насколько мы знаем, у вас появилась еще одна должность, не менее почетная, наверное, да? О ней вы сейчас сами расскажете. Подписан какой сегодня приказ? О чем? Ну, мне приятно поделиться с вашими зрителями и с вами этой новостью, что я стал официально советником по физической культуре и спорту при Владимире Сергеевичу Грузии, при вашем новом губернаторе. И я надеюсь, что ту самую Олимпиаду, которую вы упомянули, много народу, туляков в том числе, будет смотреть не просто с чипсами на диване, а занимаясь гантелями, на каких-то велотренажерах, отжимаясь. И если говорить серьезно, я считаю, что каждый человек может добиться успеха. Если вы идете здоровый образ жизни, если вы занимаетесь спортом, пусть не бодибилдингом, а чем-то, что вам нравится самой или самому, у вас больше шансов добиться успеха. Вы себя чувствуете лучше. Потому что какие-то проблемы, какие-то сложности, они есть в любой стране, они есть в любом городе, вне зависимости, где мы с вами не находились. Тем более сейчас, после всех этих кризисов, и в Калифорнии есть сложности, и в Москве, и в Туле, и в Таганроге, и в Париже. Но если вы ведете здоровый образ жизни, если вы на самом деле мыслите позитивно, все будет хорошо. Теперь эти сложности, о которых вы только что сказали, вам придется решать именно в Туле по долгу службы. Получается, что вы будете совмещать спортивную карьеру с политической. Но сначала давайте просто о политической поговорим. Вот формирование ваших взглядов и то, что вы оказались на этой должности, каким-то образом сыграло роль здесь ваше вступление в Общероссийский народный фронт и сформировало ваше возражение? Хочу вам сказать, что в августе этого года по приглашению Сергея Ивановича Неверова я присоединился к Общероссийскому народному фронту. И я считаю, что сейчас все мы, и известные люди, и менее известные, все граждане нашей страны должны собраться и использовать вот эту энергетику, предвыборную энергетику перед выборами в Думу, перед выборами президента, предолимпийскую энергетику. Какова она, кстати, эта энергетика? Я считаю, что она позитивна. Я считаю, что она позитивна. Я считаю, что много людей сейчас начинают понимать, что никто за нас ничего не сделает. Если мы хотим что-то изменить, мы должны это менять сами. Я считаю, что, ну, понимаете, вот как если мы говорим про спорт, когда премьер Путин с голым торсом идет по тайге и демонстрирует, что человек такого уровня занятости все-таки может находиться в хорошей спортивной форме, он демонстрирует этим, что и люди, которые, может быть, менее заняты, чем он, тоже могут находить время на спорт. То же самое. Мы должны брать премьеры с наших руководителей и с точки зрения оптимизма и спорта, но не должны ждать, что кто-то, даже самые высокие руководители, что-то изменят в нашей жизни за нас. Мы должны это делать сами. Поэтому Народный фронт для меня это было естественное решение. И хочу вам сказать, что я присматриваюсь сейчас к Единой России. Я думаю про Единой Россию. И я считаю, что чем больше людей настроятся на то, чтобы изменить к лучшему ситуацию, тем больше у нас шансов ее изменить. Как вы думаете? Ну, я, наверное, с вами соглашусь в какой-то мере, но у меня, наверное, требуется больше времени, чтобы обдумать ваши слова. Наверняка с вступления в новую должность вам придется поменять свой распорядок дня. Он у вас вообще-то сформирован, тем более вы, как человек спортивный, наверняка его соблюдаете. Вы будете также нагрузки выносить физические или работа отнимет время? Видите ли, я продолжаю и свою глюзгую карьеру, и свою спортивную карьеру. И моя должность, она не будет принесить мне деньги. Она на общественных началах. То есть я являюсь советником губернатора. Но свою задачу и свою цель я вижу сейчас. Привлечение как можно большего количества людей к моде на здоровый образ жизни. Потому что по щелчку пальцев мы с вами, к сожалению, не можем открыть новые тенажерные залы или найти дополнительное финансирование на учителей физкультуры или еще что-то. Над этим надо работать, и это требует времени. Но чтобы стимулировать ваших зрителей прямо сейчас, после того, как они закончат просмотр этой программы, чтобы стимулировать их встать с дивана и сделать несколько простейших упражнений. Если это мужчины, сделать несколько упражнений с гантелями, отжаться от пола. Если это девушки, женщины, лечь на пол, поподнимать ноги, чтобы укрепить пресс. Это может случиться прямо сейчас. И я считаю, что чем больше людей, благодаря средствам массовой информации, благодаря таким передачам, как наши с вами, получат этот стимул к тому, чтобы изменить свою жизнь. Тебе будет только лучше. Я вижу в этом сейчас свою задачу. Ну, пока сейчас мужчины наверняка уже встали с дивана и отжимаются или подтягиваются. Они продолжают на вас смотреть. Вам вопрос такой. Здоровый образ жизни замечательный. На какие виды спорта, если говорить о более серьезном занятии, вы будете делать упор? Ну, вот, например, на инаугурации губернатора присутствовала еще знаменитая хоккеист, кроме вас, да, Косатонов? Может быть, хоккей будет в Туле в связи с этим развиваться? Вы знаете, я могу только надеяться, что господин Косатонов тоже будет подключаться к Владимиру Сергеевичу и развивать в Туле хоккей. Я же для себя все-таки вижу фитнес как такую новую, такую национальную идею. Потому что я считаю, что, вот когда все ищут, какая же новая национальная идея для России и прочее, я считаю, что новая национальная идея – это здоровый образ жизни. А фитнес, бодибилдинг – это вещи совершенно неотъемлемые от здорового образа жизни. И, опять-таки, для того, чтобы заниматься хоккеем, ну, опять-таки, представьте, родителям нужно идти, покупать клюшки, шайбы, записывать в спортивные комплексы детей. А для того, чтобы заниматься фитнесом, нужно ходить в клубы, а не платные, к сожалению. Ничего подобного. Для того, чтобы заниматься фитнесом, как мы только же с вами решили, надо встать с дивана, отжиматься от пола – это фитнес. То есть, это же сам как дома, да? Бегать вокруг дома. Бегать вокруг дома – это фитнес. Я хочу что еще сказать, Женечка. Я считаю, что стимулом для того, чтобы заниматься еще для ваших зрителей и зрительниц, должно быть то, что для детей нет никаких кумиров, там, как Арнольд Шурценеггер и Александр Невский, нет. Для них кумиры – их собственные родители. И если родители ведут здоровый образ жизни, занимаются, несмотря на то, есть сегодня материальные возможности в какой-то зал или еще что-то, заниматься спортом можно и дома, и на улице, и в парке в вашем замечательном у Кремля. Сейчас еще хорошая погода. Не Калифорния, конечно, но еще и не зима. А как фактически вы будете реализовывать свою программу как советник? То есть, понятно, что вы не делаете упор на строительство. Вы призываете к домашнему здоровому образу жизни. В первую очередь. Так все-таки, что будет входить в ваши обязанности? Хочу вам сказать, что буквально сегодня мы договорились. Сегодня такой насыщенный у меня день. В Туле. Кстати говоря, я хочу сделать комплимент вашему городу. Потому что я только что прилетел из Нью-Йорка, там был ураган. Я только что приехал из Москвы, там ливни. Я приехал в Тулу, у вас солнышко, огромное количество новообразных. У нас день рождения, понимаете? День рождения у вас, кстати, с днем рождения. Вас и всех. Всем нам 865. Достаточно слышный возраст еще, я считаю. Но я хочу вам что сказать, что сегодня мы договорились с Владимиром Сергеевичем о том, что мы проведем большой международный день здоровья. У вас уже в октябре. Приедут лучшие культуристы Содружества. Приедут лучшие фитнес-модели, девочки фитнес-модели Содружества. Приедут лучшие танцоры. Я не знаю, смотрели ли вы за моей карьерой в танцах со звездами, но танцы оставили глубокий след в моей жизни. И за один день мы здесь устроим настоящий большой праздник спорта, фитнеса и здоровья. В Туле или в области? В Туле. В Туле, но мы также проведем серию бесплатных мастер-классов, на которые мы привезем и мальчишек, и девчонок из области. И я могу только надеяться, что те ребята, которые, например, не попадут на сами мероприятия, они смогут посмотреть на эти мероприятия благодаря программам, телевидениям, благодаря газетам. То есть я настроен достаточно серьезно. И поверьте, думаю, что получится. Почему именно Тульская область? Мы так как-то внушаем немножечко желание нас немножечко скорректировать. Почему Тульская область? Я вам сказал еще до начала передачи, что вы выглядите потрясающе. И такого количества красивых девушек, как здесь на улице Тулы, но, пожалуй, только в Калифорнии. И то в Калифорнии их меньше. Но, если говорить серьезно, во-первых, мы знакомы с Владимиром Сергеевичем. И когда он стал губернатором, и мы заговорили о моде на здоровом образ жизни в Туле, для меня, собственно, это было прямым решением к нему подключиться, ему помогать. И, во-вторых, насколько я знаю, сегодня на полтора миллиона жителей примерно Тулы и Тульской области очень небольшое количество спортивных залов, очень небольшое количество бассейнов. А те какие-то качалки, которые создают энтузиасты, в них обычные люди практически не ходят. И при том, что есть традиции, и у нас всегда же занимались спортукиадами, какими-то универсиадами, еще чем-то. Сейчас это немножко утеряно. По разным причинам. Поэтому я сейчас рассматриваю именно Тулу, как плацдарм для того, чтобы применить свой международный опыт, в котором накопился достаточно большой. Я правильно поняла, все-таки появятся какие-то места, где можно будет бесплатно или все-таки платно ребятам заниматься? Ведь раньше, в советские времена, наверняка вы знаете о том, что существовали спортивные площадки, и в каждом дворе и баскетбольные сетки, и мячи, и коробки стояли. Ребята, было чем заняться ребятам? Абсолютно. Я вам больше скажу. Скажу, что вы знаете, существует программа «Единая Россия» о том, чтобы строить спортивные комплексы. Их уже построено несколько сотен по всей России. По странному сечению обстоятельств, Тула в свое время даже не вносила заявку на строительство подобных спорткомплексов в вашем городе, в вашей области. Но сейчас мы это тоже изменим. И я уверен, что и новые залы тоже будут открываться. Но две вещи, которые я могу вам обещать еще до того, как будут открываться эти залы. Во-первых, я буду приезжать сюда и буду давать бесплатные мастер-классы сам, без всяких денег. Да, вы будете успевать. Буду успевать, поверьте. Буду успевать. И второе, что я уже договорился с Всемирной федерацией бодибилдинга, с Всемирной федерацией фитнеса. У меня есть уже предварительные договоренности с некоторыми моими галлиутскими коллегами. Так что в Туле, поверьте, будет еще интереснее. У вас и так интересно. А будет еще интереснее. Олимпийский девиз, как известно, «Быстрее, выше, сильнее». Мы его помним и знаем. У вас есть какие-то, в нескольких словах, можете обозначить свое жизненное кредо, девиз, по которому вы следуете? Вы знаете, в детстве я вообще не занимался спортом, читал очень много хороших книг. В это трудно поверить. Спасибо. Спасибо. И моя мама, кроме того, что она подкладывала мне стихи Ахматова, Мандельштама, она еще дала мне очень хорошую книжку «Вениамина Каверина. Два капитана». И вот там был потрясающий девиз, который сейчас ставил на всю жизнь – бороться, искать, найти и не сдаваться. Поэтому никогда не нужно пасовать перед трудностями. Если есть возможность, нужно заниматься спортом. Спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Надеюсь, теперь вы будете частым гостем в нашей студии. Может быть, дадите практические советы когда-нибудь с экрана нашим телезрителям. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был спортсмен, бодибилдинг, актер, а теперь еще и советник при губернаторе по физической культуре и спорту Александр Невский. Я с вами не прощаюсь. Буквально через несколько минут в эфир выйдет краткий обзор событий. Не переключайте канал. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»